Так совпало, что именно сегодня в автозаводском районе начали судить того самого стрелка. Напомню, в феврале прошлого года в очереди за пивом в этой разливайке погиб 28-летний Андрей Черноносов. Между посетителями кафе завязался конфликт, который перерос в стрельбу. Как рассказывают очевидцы, Илья Паутов вышел из киоска, а вернулся уже с ружьем и начал расстреливать всех подряд. Сегодня на суде он свою вину отрицал. С ружьем пришли в конфликт. Я не пришел в киоскоп, она у меня упала на руках, он третит. А за что уберешься? У меня что-то уберешься. В стене не двигаемся, кому ты там звонишь, то есть один начал звонить, кому ты там звонишь. Убери телефон, я стреляю, то есть он вот так стрелял по ногам, в воздух, в общем, очень много. Я увидел у него оружие, сразу пошел у него убирать его, выстрелил один раз, мы упали, он выстрелил второй раз. Вот перелом, два болевых, одно в грудь, одно на вылет рук. Он отошел так в сторону и увидел Андрея, и выстрелил сразу в него. Дыры, кровь, одежда была зимняя, куртка, вот прям выжимать. Он захлебывался, он кричал дышать. Пацаны, отстаньте, дайте дышать, дайте дышать. 11 марта, у нас должно быть годовщина свадьбы, мы хотели с ним отмечать. У нас были планы на это. Я люблю его. Илья, скажите, вы признаете? Нет, я не знаю. Почему? Потому что это была самая здоровая, а не самая справедливая. Он хотел показать, что он герой, что он может справиться, его обидели, он решил таким образом ответить. Кстати, если Илью Паутова признают виновным, то ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Что касается этого киоска, то сегодня работы по сносу еще не закончились, но завтра местные власти обещают стереть его с лица района окончательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова